На значный день магазин привез шифер на склад, нам позвонили, мы приехали, погрузили на автомобиль Лада Калину Универсал, привезли на место рабочее и теперь вот так устанавливаем, чтобы не наклоняться. Взял, поставил, подтянул, взял, положил. Опять взял, поставил, подтянул, взял, положил. И весь этот шифер будет там. Этот шифер называется керамопласт. Хорошая штука, легкая, конденсата нет в нижней части. То есть, он мне нравится и, ну нравится, хоть ты лопни. Если в дождь будет капать, капельки будут ударяться, звука такого не раздается, как от металлической черепицы или профиля. Там удар просто невозможно. Маленькая птичка, лапками вот так ходит, кажется, что там целый орел ходит и стучит по крыше. Спать невозможно. Люди выбегают, пугают. Ну-ка, кыш, кыш, бесполезно. А вот, ну и андулин хороший, и вот этот тоже хорош. Вот этот еще лучше, чем андулин. По обрешетке я еще не все сказал. Вот продолжаю дальше говорить. Когда покупал в магазине пиломатериал, посчитал обрешетку, чтобы она была здесь сплошняком по всей площади. Купил, привез. Хозяйка приехала, увидела этот пиломатериал и сказала, желательно бы там вот треугольник и вот этот скворечник сделать, чтобы было красиво. Я говорю, елки-палки, раньше бы сказала. И мне пришлось сэкономить этот пиломатериал, сделав вот такие вот щели в некоторых местах. И вот я посчитал, сколько пиломатериал останется, чтобы сделать. И возможно еще он останется. Но ничего страшного. Немножко останется, это так и нужно. И что получается, когда обрешетка делается вот с такими вот зазорами. Такие вот щели получились, капитальные. Здесь хорошо получилось, здесь получилось плохо, здесь хорошо получилось, здесь хорошо, там плохо. Ну и это и в этом дело. От наблюдений и от практики. Когда укладывается рубероид, а я его всегда рубероид укладываю, никакой материал сейчас современный, я его терпеть не могу. Не знаю, как он работает, но он мне не нравится. И все. Работает только с рубероидом. Когда укладываю рубероид и по наблюдениям моим, когда появляется конденсат, этот конденсат появляется именно вот в этом месте. Здесь появляется такая вот ложбинка, здесь, здесь. И вода вот сюда собирается. Это сто процентов. А потом работать просто невозможно. Ходить, уже упираясь вот в эти места и попадаешь с задницей. И рвешь этот рубероид. И он так и остается рваный. Вот так получается. А если сплошняком укладывать, это не говорит о том, что много денег и весь пиломатериал нужно вот таким вот образом укладывать. Да я рад вот так. И желательно укладывать ее вот таким вот образом. Потому что крыша, крыша вот эта вот, это та же стена. Если мы стены дома утепляем, прям утепляем, хорошо делаем, а на крышу внимания не обращаем. По идее-то, крыша это самое-самое главное. Ну понятно, что главное. Если зальет или сломается или улетит, это очень плохо. Или прогнется от тяжести снега, льда. Это тоже плохо. А когда сплошняком, крыша намного устойчивее. Это раз, когда щелей нету в чердачное помещение, воздух туда не проникает. И если, например, какая-нибудь опасность пожара, скажем, трава, скажем, горит рядом или дом горит, потому что вся крыша просвечивалась, продувалась, туда огонь и весь горячий воздух, туда и искры этой травы попадают туда. И там начинают возгорания. А здесь никакой щели не будет в этом чердаке. Ну, скажем, все зашито вот так красиво. И вся эта крыша утеплена, туда воздух не поступает, значит и крыша не загорится. А в основном, когда начинают гореть деревья или трава, все крыши начинают гореть. Это в первую очередь. А потом дом сгорает дотла. Вот таким вот образом. То есть, по наблюдениям, по практике, лучше обшивать сплошняком, укладывать рубероид. Что я и делаю. Но без щелей. Теперь будет трудность. Вот смотрите, здесь пустота, здесь пустота. Вот такие дела. Что значит рубероид и что значит укладывать сплошняком в доску, чтобы она получалась сплошная, эта обрешетка. Сплошная. А если бы утеплять, но тут чердак холодный, не утепляется, а утеплять еще лучше бы было. Забил гвоздь и теперь, вот именно по горизонтали забил. И теперь беру 7 сантиметров. Вот все, у меня 7 сантиметров получилось. Все. Теперь надо точно так же забить с той стороны. Шнурка будет натянутая. А можно сделать там. Взять размер и натянуть шнурку там. И работать там. Вот так можно сделать. Ну, у нас есть и лестница. Мне будет сын помогать. И будет здесь смотреть. Вот так. Я обычно сверху натягиваю. Но тут в этот раз я натяну только снизу. Вот так получится. Все. Лестницу перенесу туда. И там забью. Буду уже укладывать листы шифера. Шнурка натянутая. И первый лист уложил вот с кворечника. Посмотрел. Просто идеально закрутил. И здесь закрутил, чтобы был размер. Закрутил так, чтобы саморезы отсюда не выходили. То есть вот так сделал. Все. Здесь буду стереть волну. А можно на каждую волну. Потому что ветер может приподнять таким вот образом. И вырвать. Желательно на каждую волну. А здесь можно стереть волну. А то и стереть две. Посередине. В общем, как получится, так и получится. Как захочу, так и сделаю. Лишь бы не во вред. Все. Отпускаем следующий лист. Все листы подняли на скворечник. И сын сейчас поднимает его. Укладывает. Укладывает лист. Все. Лист на месте. И теперь его вот таким вот образом. Вот видите как. Вот так, чтобы вот здесь вот край был ровненький. Все. Листы нагретые, мягкие. И возможно, вот эта волна, она двигается типа гармошкой. С этой стороны надави, выдвинется и размер будет здесь больше, чем сверху. Ну, то есть понятно. Гармошка есть гармошка. В общем, за этим следить надо. Ну, буду закручивать. Покрытие. Крыша закончил. Жара. Лазил, скользил. Был привязан. Хорошо у меня поезд был. Некогда было снимать фильмы. Сейчас говорю. Я, наверное, упаду либо вот сюда. А если упаду сюда, меня в контейнер просто положат. Мусором завалят и увезут на свалку. То есть, ну, не смог я вам показать, как там делать. Еле выговариваю слова. Пойду что-нибудь выпью. Пока. Работу я, наверное, уже и закончил. Все. До свидания.